Всем привет! Я Дмитрий Соройкин, режиссёр фильма «Завет Мэрилин. Будет интересно». Так анонсировала первый молодёжный школьный кинофестиваль творческая группа студии радио и телевидения «Четвёрка Лайв». За всё время существования студии ученики Дмитровской школы номер 4 сумели поднакопить достаточное количество видеоматериала. Поэтому было принято решение в один из будних дней пригласить учащихся своей родной школы на кинофестиваль, где помимо репортажей показать, а точнее презентовать свой фильм «Заветы Мэрилин». Основную творческую группу телевизионной студии «Четвёрка Лайв» составляют старшеклассники. Ежедневно они собираются в классе, отведённом для студии, и начинают творить. В их распоряжении профессиональное оборудование – подарок школе от администрации района. В процессе творчества юные телевизионщики постигают азы журналистики, режиссёра, операторского искусства и, конечно же, видеомонтажа. Молодёжь уже старшеклассникная, им интересно побыть в кадре, выразить себя. Они приходят сюда постоянно, общаются, снимают, вместе тут что-то создают. Также здесь есть и радио, но это уже более младший возраст. Сейчас радиоэфиры проходят, а жизнь школы конкретно, каждую неделю, это у них эфир 15 минут. Татьяна Салькова, руководитель школьной телевизионной радиостудии, признаётся, что была удивлена, когда ей позвонила директор четвёртой школы Татьяна Малинникова с предложением возглавить студию и ввести ребят в мир журналистики. Сегодня каждый из этих ребят взаимозаменяем, то есть они могут быть и операторами, и режиссёрами, и журналистами, и даже сценаристами. Однако со временем всё же каждый останавливается на чём-то одном. К примеру, Анастасия Бацанова. Ей ближе роль телеведущей и корреспондента. Ну, работа телевизионщика всё время движется, всегда нужно куда-то спешить, бежать, но в то же время это интересно и волнительно, но я себя преодолеваю. Дмитрию Сорокину ближе роль режиссёра, и как режиссёр фильма «Заветы Мэрилин», который ребята презентовали на протяжении всего показа, он очень нервничал. Идея создания фильма возникла спонтанно, то есть мы просто решили чем-то заняться летом и решили снять фильм. Над жанром мы особо не думали, все почему-то сразу согласились с жанром ужастика, и мы приступили к съёмке фильма. То есть сначала мы, конечно, писали сценарий, это очень долго было, но мы всё-таки дописали его и приступили к съёмкам. Снимали мы сначала на даче, а потом в сценарии были съёмки на заброшенной местности. Мистический фильм «Ребят» был воспринят хорошо. Уже сегодня творческая группа студий приступила к написанию сценария второй части фильма, где уже более подробно расскажут истории героев. Безусловно, все подходили к этому проекту с серьёзностью, и все хотели, чтобы это получилось круто. Потому что мы снимали до этого два фильма, и, как мы считаем, этот более профессиональный, более такой сильный. Серьёзность и ответственный подход ребят к съёмкам и монтажу не остаётся незамеченными. На конкурсах они слышат лишь положительные отклики. В последнее время мы, наверное, посетили очень много конкурсов за год. Мы были и в Торстане, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И в каждых номинациях, что касается и радио, и телевидения, мы привозим первые места. Жизнь в школьной телестудии «Четвёрка.Лайф» идёт полным ходом. Кто-то уже подумывает связать с телевидением или радио свою жизнь, после окончания школы поступать в профильные вузы и становиться настоящими профессионалами.